Наш эфир продолжает одна из ваших выпускниц, ее зовут Екатерина Скрипцова, прямо сейчас она передает, видите, вам привет. Кать, вспоминается стихотворение Эдуарда Осадова о студентах. Студент же может сессию сдавать, не спать неделю, шахмат не бросать, да плюс еще влюбиться, ухитриться. Вот скажи, пожалуйста, успела ли ты выспаться или наоборот, как рано тебе приходилось вставать для того, чтобы постигать азы журналистики? Коллеги, еще раз доброе утро, приветствую преподавателей, поздравляю с круглой даштой, нашу любимую кафедру телерадио. Да, за время учебы в университете я успела и выспаться, и успеть погулять со своими друзьями, ведь я училась на кафедре телерадио на вечернем обучении, занятия у нас начинались в 5 часов вечера. Мне кажется, это идеальный формат для студентов, так что абитуриенты, обратите внимание, выспаться вы точно успеете. Ну и на такой торжественной ноте мы возвращаемся к новостям города в Санкт-Петербурге. Устанавливают таблички, которые напоминают автомобилистам, как правильно оставлять свое авто рядом с площадками для сбора мусора, контейнерными площадками, чтобы не помешать правопорядку. Как сделать это по закону, мы узнаем прямо сейчас, утром вместе с нами, начинает Алексей Ковалев. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Табличка с правилами прямо у вас в руках. Давайте покажем ее нашим телезрителям, на что автомобилистам нужно обратить внимание, куда смотреть. Ну, в целом, сначала скажу про саму табличку. Табличка обязательно к размещению на контейнерных площадках. Оборотом, контролем, организацией оборота отходов в Санкт-Петербурге занимается Комитет по природопользованию. И совместно с Комитетом мы разработали такого вида табличку, где сверху указано, как происходит оборот отходов в центре, кто за это ответственный. А снизу, собственно, часть, касающаяся государственной административно-технической инспекции, это существующая в городе административная ответственность за перегораживание. Здесь даже нарисовано, как, в принципе, можно оставлять автомобиль. Главное, не оставлять его прямо напротив мусорных контейнеров. Алексей, я думаю, мы можем устанавливать табличку. Начинаем торжественную установку. И давайте пока поговорим о нарушителях. Точно же есть люди, которые могут не знать о таких правилах. И штраф за такое нарушение для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических от 150 до 500. Как вы вообще находите нарушителей? Системная работа инспекции по контролю за такими нарушениями началась в 2022 году. С 2021 мы получили такое полномочие. И в 2022, собственно, по инспекции было образовано подведомственное учреждение, закуплены автомобили автоматической фиксации с соответствующими комплексами. И началась фиксация в плановом режиме с составлением определенных графиков мониторинга. Для этого мы собрали у жителей информацию, где они встречают такие нарушения. И на основании этого предварительно подготовили маршруты мониторинга. Сейчас таких маршрутов уже более 180. И по всему городу инспекции под ведомственным учреждением осуществляется такой контроль за размещением транспорта перед контейнерными площадками и другими тоже нарушениями. Спасибо большое, Алексей. Ну, а мы обратим внимание на таблички. Если вы не хотите попасть на штраф, то обращайте внимание обязательно на правила, как правильно оставлять свой автомобиль. Ну, и обратим внимание, что в городе также начали борьбу со стихийными парковками, неправильными во дворах, на газонах. И городские службы также взят за тем, как вы паркуете свои автомобили, например, на газонах. Будьте внимательны.